И сегодня с нами на связи заместитель директора спортивной работы Наталья Юрьевна-Семенова, спортсмен-ведущий Денис Николаевич Махлинский и незрячий спортсмен-инструктор Виталий Геннадьевич Делиш из регионального центра спортивного спорта. Сургут, вы на связи? Да, здравствуйте, мы на связи. Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна. Добрый день, участники встречи. Мы приветствуем вас в региональном центре адаптивного спорта города Сургута. В настоящее время у нас проходит открытый урок, который называется «Сфера адаптивного спорта. Доброводчество завтрашнего дня». И спортсмены нашего центра вместе с волонтерами клуба «Респект» уже ознакомили ребят с адаптивными видами спорта и с дисциплинами, которые развиваются в нашем округе. А также они вместе ответили на вопрос, что такое волонтерство, что такое адаптивный спорт. Узнали о деятельности адаптивного спорта, узнали о деятельности клуба «Респект», узнали о его проектах в различных направлениях. И сейчас мы подключаемся к практической части урока, который проводят наши спортсмены. Хочу представить вам этот тележ Виталий, мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по легкой атлетике, спорта слепых и слабовидящих спортсменов. Виталий входит в основной состав сборной команды России по легкой атлетике. И Махлинский Денис. Он является спортсменом-ведущим. Денис работает в тандеме с Виталием. Он оказывает помощь не только ему на тренировочном и соревновательном процессах, также оказывает помощь ему и в быту. Здравствуйте всем участникам. Здравствуйте. Добрый день в это трудное время. Сегодня бы мы хотели осветить тему, такую, как правильно взаимодействовать с незрячими людьми. Для того, чтобы начать общение, взаимодействие, достаточно себя нужно обозначить. Сделать это можно касанием, то есть дать понять, что я рядом нахожусь, то есть просто дотронуться до человека, чтобы он понял это. Если вы знаете имя, можно назвать его по имени. Есть несколько способов, как можно водить незрячего человека. Один из них это, когда незрячий человек просто касается предплечья. Есть такой способ, когда человек незрячий ложит руку на плечо. И есть третий еще способ, когда мы берем незрячего человека под руку и вводим его в нужном направлении. Вводим его в нужном направлении, но при этом не забываем про препятствия, которые нужно проговаривать и озвучивать. Такие как сугробы, двери открытые, пролеты, ступеньки. Так, что еще? И когда мы собираемся куда-то отойти, обязательно нужно поставить незрячего человека в курс. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, Денис. Вам, спасибо и Виталию. Спасибо и Денису. Спасибо огромное. Вам успехов. Берегите себя, пожалуйста. Правильно маску носите. Руки постоянно дезинфицируйте, потому что это очень важно. Особенно и в том числе и людям из группы риска, к которым относятся люди с инвалидностью, но есть проблемы со здоровьем. То есть очень прошу, берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Что еще вы хотели? Нет, мы хотели отметить, что надеемся, что наш урок и небольшое такое практическое занятие поможет всем ребятам, которые были на уроке и в первую очередь волонтерам в будущем и окажет какую-то помощь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания.